Девушки отдыхают Сегодня мы поговорим о CoreJS, полифилах, подходах, ошибках при работе с полифилами Вот такой достаточно технический доклад Главная проблема здесь донести до вас ошибки, потому что ошибки встречаются чуть менее чем всегда Итак, поехали Что такое CoreJS? CoreJS это самый популярный, универсальный, исчерпывающий полифил в стандартной библиотеке JavaScript Он интегрирован с кучей различных инструментов, что максимально облегчает его использование Это одна из главных причин, почему разработчики на протяжении последних, не знаю, 8-9 лет Могут использовать самые современные возможности JavaScript практически не напрягаясь И так как это не фреймворк или библиотека, чтобы использовать каждую функцию, с которой нужно знать, как это делать И ее интерфейс, а возможности стандартов Чуть менее все, кто ее используют, просто не понимают, что используют CoreJS CoreJS, как уже говорилось, скачивается в огромных масштабах, но однако эти цифры ни о чем не говорят Не такая уж и большая сложная задача создать пакетик за пару недель и накрутить ему количество скачиваний в месяц до подобных масштабов Тут главное, насколько библиотека сама популярна и используется Для этого я недавно вышли пару месяцев назад в статейки, анализировал, насколько плотно часто она используется На выборке порядка 100 тысяч, миллиона сайтов, это порядка половины сайтов используют CoreJS А на выборке порядка топ 100 сайтов это 75-80%, то есть используется чуть менее чем везде Итак, поехали дальше Причины появления CoreJS В 2019 году я перешел на FullStack JavaScript разработку До этого использовал другие языки на бэкэнде, JavaScript использовал только на фронтэнде И сразу я ужаснулся состоянию JavaScript, потому что на тот момент JavaScript был действительно в ужасном состоянии В 1999 году был принят стандарт ECMAScript 3 Серьезный прогресс языка отсутствовал около 10 лет Там пытались принять ECMAScript 4, ничего толком из этого не вышло Приняли ECMAScript 5, который по факту добавлял, ну, из синтаксиса разве что Getter, Setter до Trailing Commons в литерале объекта до массива Что в принципе особо никому было не нужно В стандартной библиотеке несколько простых методов вроде Array, ForEach, Function, Prototype Bind, Object Create, ну, все такое А возможности для серьезной какой-либо разработки в языке отсутствовали Поэтому народ мучился, народ использовал компилируемые в JavaScript языке различные Народ использовал библиотеки вроде Underscore, что потом переросла в ладаж в качестве стандартной библиотеки Проблема в том, что это не было стандартом языка Когда человек менял компанию, в которой работал, все эти языки библиотеки менялись Они со временем также умирали Ну, как бы это все было не очень приятно И примерно в это время я с очень таким... Короче, я был очень рад, что скоро появится Экмазкрипт 6 И я начал смотреть в его сторону Современный язык состоит главным образом из двух возможностей Это синтаксические возможности Конструкции языка, что вы пишете И стандартная библиотека, то есть билтыны, методы, которые вы можете использовать Для того, чтобы новый синтаксис перегонять в старый Обычно, вернее, используются транспайлеры В принципе, для Экмазкрипта 5 это не имело значения Как я уже говорил, это гетересетеры, которые невозможно перегнать старые стандарты А трейлинг кому нафиг нужны В принципе, они начали массово появляться Полифилы начали появляться до этого Были библиотечки вроде Prototype.js, ModTools У них были всякие полифилы методов вроде Array4H Плюс куча прочего шлака, не имеющего отношения, в принципе, к джаваскрипту По стандарту как таковому Появились полноценные полифилы вроде ES5SHIM Но это было замечательно, я это дело использовал Все использовали, однако с шестым Экмазкриптом ситуация была поинтереснее Потому что он добавлял куда больше возможностей Как синтаксических, так и стандартной библиотеки Про синтаксические транспайлеры я уже говорил Со стандартной библиотекой Да, появился ES6SHIM и несколько подобных библиотек Проблема в том, что у них у всех были вот такого рода проблемы У них отсутствовал необходимый многим функционал Например, банальный, для использования транспайлером Итурируемых объектов, то есть Spread Syntaxes Foreof требуется символ-итератор ES6SHIM не предоставлял полифила символов Да, символы полноценные не полифилятся Однако well-known символы вроде символ-итератор Это просто уникальное значение Что мешает нам просто сгенерировать уникальную какую-либо строку Использовать это сильно ограничивает возможности Это не было единым комплексом И сопрячь различные библиотеки было проблематично То есть берем этот же самый ES6SHIM Сопрягаем каким-то образом И с полифилом символа, которых было несколько И вроде синтаксист у нас работает А вот стандартная библиотека не работает Потому что символ-итератора из этого полифила символа не переиспользуется Соответственно, это все дело нужно как-то переписывать, объединять Многие возможности вроде викмапов просто отсутствовали Не знаю, какие-то там коллекции вроде сетов мапов Имели сложность доступа ООН вместо какой-нибудь логарифмической В общем, все с этим было плохо Далее, они не были модульными То есть тот же самый ES6SHIM Просто берем, загружаем всю библиотеку А сколько она занимает Не так уж и важно А занимает она немало Далее, в популярных библиотеках Отсутствовала чистая версия То есть версии без загрязнения глобального пространства имен То есть, если мы пишем библиотечку И нам позарез нужно использовать какую-то свежую возможность языка Мы этого не можем сделать без глобального загрязнения области видимости То есть, могут возникнуть конфликты со стандартами, с вещами, что появится в будущем Кто-то, не знаю, например, у ангуляра зоны добавляли Вернее, оборачивали текущие реализации Чем-то, что отслеживал их вызов Соответственно, их полифил просто перезаписывал бы эти возможности отслеживающие Просто они были бы вызваны Соответственно, да, у кого-то это было Но у большинства полифилов такая возможность отсутствовала Да, те монтейнеры полифилов в стандартной библиотеке, с кем я общался Что-то поддерживали, но большую часть отвергали Ну, соответственно, пришлось делать CoreJS Это был 2012 год, я это делал для себя Года через два я это опубликовал как open-source проект И так как вот именно эти проблемы были чуть менее, чем у всех Буквально за несколько месяцев это стало стандартом де-факто Итак, исходя из этого, давайте перейдем к тому, как CoreJS Просто импортировать, использовать Просто импортируем все Ну, обычно это импорт просто CoreJS Просто импортируем все полифилы из библиотеки И мы, соответственно, можем наслаждаться всеми возможностями стандартной библиотеки языка Особо не заморачиваясь Следующее Мы можем импортировать только нужные нам фичи Соответственно, из этого исходит первая ошибка, которую допускают многие Кому-то, не знаю, нужен какой-нибудь только метод array prototype И ради этого они загружают всю библиотеку CoreJS А после этого ругаются А что ж полифил так много у нас занимает-то? Четверть мегабайта полная версия Соответственно, мы можем выбрать и импортировать только нужные нам фичи Следующее, как я уже и говорил, это использование импорт чистой версии То есть мы можем каждый конструктор, каждый built-in, каждый метод импортировать, использовать Он не перепишет глобальное следующее свойство Ну, в принципе, это очевидно из того, что я говорил до этого Что пошло после этого? Как я и говорил, Transpaller Это компиляторы Source-to-Source, в данном случае JavaScript Через несколько месяцев после публикации CoreJS как open-source проекта Я начал тесно сотрудничать, помогать поддерживать Babel Популярный на тот момент, да и сейчас Transpaller Тогда он назывался 6-to-5, сейчас это Babel Собственно, это не обязательно Transpaller Это не обязательно преобразование нового кода в старый Мы преобразуем код в синтаксическое дерево И что-то с этим синтаксическим деревом можем делать Почему бы это нам не использовать, чтобы упрощать Оптимизацию либо инъекцию полифилов Соответственно, как вы видели Импорт чистой версии, он в принципе не особо сложный Но, блин, заморачиваться, каждый метод, каждый конструктор Импортировать, оборачивать Это не особо такая веселая задачка Когда таких методов конструкторов несколько десятков Соответственно, буквально через несколько месяцев Началось сотрудничество с Babel появилось То, что со временем стало Babel Runtime Это автоматическое обмерение чистой версии полифилов То есть мы просто берем обычный код, пишем как обычно И со временем, вернее, после преобразования Transpaller Импортируются необходимые нам модули Не загрязняя глобальное пространство имен Да, оно не сразу появилось в таком виде Сейчас, в любом случае, большинство используют это через Babel Runtime Хотя есть Babel плагин CoreJS 3, который инъектирует непосредственно CoreJS А не методы из-за рантайма Ну, это уже, в принципе, другое Методы инстанцев начали инъектируется только с 2019 года с CoreJS 3 Ну, ладно, это уже отдельная история О чем мы поговорим чуть дальше Следующая после этого появилась Именно оптимизация импорта полифилов для целевого рантайма И изначально я был против ее реализации в таком виде, как она появилась изначально То есть, да, кстати, код к текущему коду в реальной жизни не имеет никакого отношения Потому что много времени прошло сейчас, это уже другие модули Это просто код из то ли какой-то статейки, то ли из ремни Ну, что важно, ладно Соответственно, вот, например, никому не нужна сейчас поддержка Internet Explorer 11 Например, мы задаем поддержку последних, не знаю, трех версий Chrome, Firefox и Safari Зачем нам, не знаю, какой-нибудь полифил для Ray prototype for each в 2023 году, если мы не поддерживаем какой-нибудь E8 Ну, вот, соответственно, с помощью бабеля, с помощью present-env, его глобального режима Мы можем задать целевую версию движка, под которой это дело будет оптимизировано Соответственно, ненужные модули не будут импортированы, будут импортированы только нужные модули В чем проблема? А проблема в источнике данных Откуда Transpaller будет знать, какие модули нужны, какие не нужны? Для этого нужна какая-то полноценная база Да, сейчас имеется MDN Compat Data, но она далеко не полна Congax Compat Table, которую я в свое время также поддерживал Тоже не имеет значительной части необходимых данных Да и другие ментейнеры были против использования Compat Table в этом кейсе Соответственно, то, что появилось, я уже даже не помню, в 2017-м, было плохо применимо для реального использования Это была экспериментальная такая наработка В итоге, к 2019-му году я плюнул и создал CoreJS Compat Соответственно, базу данных по поддержке Какие модули нужны, в каких движках, рантаймах, в каких нет Соответственно, после этого этот режим Preset Env, Use Built Incent, в принципе, стал максимально стабильным Он стал поддерживать различные точки входа В общем, стал максимально это дело оптимизировать для целевых движков И это стало абсолютно безопасно В отличие от того, что было раньше, просто кто-то использует И в половине случаев оно просто не заведется при нижней заданной цели Соответственно, дальше Примерно в это время появился режим инъекции Polyphilo Fusage То есть, как вы видели на… сколько это было, три слайда назад С помощью синтаксического анализа разбираем наше дерево Смотрим, что используется, какие нам нужны built-in И просто надеем глобальную версию CoreJS В отличие от чистой версии CoreJS Мы можем просто предположить, что это может здесь использоваться Вместо того, чтобы явно что-то заменять Соответственно, простор для действий у нас здесь куда шире Здесь мы можем также задавать целевой рантайм Ну и, соответственно, это будет максимально оптимизировано Мы, получается, в 2019 году к этому режиму и пришли Это то, что сейчас является стандартом де-факто То есть, используется в большинстве мест, где используются Polyphilo То есть, используется Babel для того, чтобы трансполить синтаксис И PresetTenf внедряет необходимые модули CoreJS Итак, а теперь к ошибкам опять Многие просто путают рантайм и PresetTenf Путают глобальную чистую версию CoreJS Довольно приличная часть функционала CoreJS Просто не может быть реализована в чистой версии В принципе, я мог объяснить почему Но это, я думаю, затянется надолго То есть, приличная часть функционала просто в чистой версии отсутствует Мало того, в рантайме мы импортируем точки входа, а не конкретные модули Соответственно, они так хорошо не могут быть оптимизированы Как просто импорт необходимых нам глобальных модулей Соответственно, если вы делаете проект конечный То есть, какой-то, не знаю, конкретный вам нужный сайт Используйте PresetTenf USBUltInUsage вместо рантайма Потому что вы многое выиграете Следующая ошибка Это, как я говорил, последние два режима Да, я уже с недавних пор с помощью плагина для Babel А Babel плагин TransformCoreJS3 Можно задавать используемую версию CoreJS И эта версия должна быть минорной, а не мажорной В большинстве случаев Ну, ладно, не в большинстве, а как минимум в половине случаев Когда я вижу использование Babel PresetTenf Там задают CoreJS3 Что это значит? Это значит, что нам будут доступны только модули Которые были в CoreJS3.0 Что было сделано в 2019 году То, что было добавлено после, просто не будет добавлено То есть вот здесь на слайде мы видим вызов метода add Соответственно, если мы задаем просто CoreJS3 Полифил для метода RayPrototype add не будет добавлен Вроде такая понятная вещь И во всех документациях, как и у Babel и CoreJS указано Однако большинство статей, что в различных блогах выходят Просто указывают CoreJS3 Большинство случаев использования, что на гитхабе вижу Просто CoreJS3, а не CoreJS Необходимая нам минорная версия Ту, которую мы используем Но если хотите, вытащите вы эту самую версию Из package.json, используемую CoreJS Как-то так, дальше Кроме Babel сейчас для этой же самой оптимизации Точно так же применяется SWC Он позволяет оптимизировать импорт CoreJS То есть режим Entry Как говорил и режим Usage Как у Babel PresetM Да, он не настолько оптимизирован, как у Babel То есть что-то лишнее может добавиться Что-то может не добавиться Но в принципе он работает достаточно неплохо Как минимум, так как SWC активно развивается Работает достаточно быстро Ну это за ним будущее Ладно, теперь следующая ошибка Если кто-то читал статейку Я подобные кейсы разбирал там на премьере Блумберга Сегодня мы на мероприятии у VK Как вы до этого видели Я приводил скрин с использованием CoreJS Популярными сайтами Вот список популярных сайтов Ладно, боксин с дзеном с Яндекс.ру Который на него редирект Там используется одна копия CoreJS А давайте посмотрим на VK.com Где обнаружена 21 копия CoreJS Что это значит? Скорее всего используется этот же самый Babel preset env с режимом usage Который автоматически инъектит CoreJS Где оно используется А там, предположим, ну вот Здесь у нас у VK.com 21 21 версия, соответственно, может 21 бандл Я не знаю Да, я посмотрел В принципе, да, каким-то образом это оптимизировано Здесь это разбито на эти начинки Но как минимум это 21 раз инициализировано Код прогнан Слишком много проблем здесь возможно Ну вот, пожалуйста Заходим на сайт Мы уже видим не 21, а 30 копий CoreJS Соответственно, не знаю Нужно это как-то делать, мать банально Применить тот же самый режим Пресет env, не знаю, use built-in centry Вынесите Не знаю, просто импортируйте CoreJS Не знаю, actual И оптимизируйте это Просто для целевого движка У вас это будет работать явно быстрее Ладно Теперь мы перейдем к будущему Это подходы, что сейчас используются в CoreJS Но, как видим, их не хватает Раз появляются вот такие вот веселые кейсы Так вот, например Зачем нам лишний бабель в нашем стаке разработки Когда мы, например, используем только TypeScript Или, не знаю, use build Что мешает, это инъекция на их стороне Мало того, инъекция CoreJS на стороне бандлеров А не транспайлеров Будет оптимальнее Потому что просто будут отсутствовать лишние импорты А необходимый код просто будет добавлен в нашу сборку Соответственно, сборка всех полифилов в одном месте Ну вот, VK Куча, видимо, точек входа Что мешает на эти самые точки входа Натравить какой-то анализатор Который проверит все полифилы, которые там нужны Просто соберет их в одном месте Это, в принципе, реализуется элементарно В общем, у меня вот такие планы на разработку Что дальше? Дальше ситуация, скажем так, еще более интересная Удаление ненужных сторонних полифилов В каком смысле? В том смысле, что сейчас посмотришь иногда на то Что представляет внутренность некоторых сайтов И увидишь там десяток другой копий полифилов промиса Хотя это просто промисы по стандарту Да, они, кстати, в современном браузере, например, уже даже не нужны Но они есть Просто даже если они нужны Просто что мешает свести к одному полифилу Блин, просто его с CoreJS притянуть Соответственно, кроме этого имеются другие копии CoreJS Например, CoreJS 2 В принципе, точно так же заменить, оптимизировать Ну и, соответственно, это касается Панифилов, либо чистых полифилов То есть тех, что не экспортируются в глобальное пространство Что мешает с ними так же поступить Да, для этого требуется Не просто сборщик, не просто удаление строчки импорта Да, замена, да, это чуть сложнее Но это, в принципе, реализуемо Это очень сильно ужмет размеры фронтенд, не знаю, бандлов Фронтенд кодовой базы, что загружает пользователь Ну и самое главное, сервис Сейчас имеется такая веселая штука, как полифил SEO Она появилась даже раньше CoreJS, но там проблема в качестве полифилов Ладно, к чему это? Вот зачем нам загружать одни и те же полифилы Для интернет-эксплорера 11-го и для свежего хрома? Просто что мешает посмотреть юзер-агенты На базе этого самого юзер-агента Определить, какие нам полифилы нужны Собрать в одно место И отдать сборку для конкретного бандла Сейчас кто-то использует две сборки Одна для движков, что поддерживают Тег-модульс, а другая фаллбэк, загружаемый через обычный скрипт Но проблема в том, что это всего две сборки И получается верхняя граница даже поддерживающих модули браузеров слишком низкая Поэтому слишком много ненужных полифилов это будет содержать Теперь представьте, вот все эти подходы сгрести в одном месте Просто мы получим идеальный полифил Идеальный полифил, которого просто нет, а все работает Но нет в том плане, что в современном браузере его нет В старом браузере загружается только код, который используется Потому что слишком много это дело сейчас занимает Ну, в принципе, как-то так Я бы мог рассказать про другие подходы Про фича-детект на браузере и загрузка Но это я не считаю адекватным подходом Потому что это лишние запросы И скрип, который будет этот самый фича-детект производить Обычно получается слишком тяжелым Есть предложение с помощью SourceMap вгрузить стандартную библиотеку Которая будет в будущем разделена, доступна как модули Но тут, в принципе, проблема, как сейчас, например, загрузки CoreJS по отдельному файлику А это, предположим, тысяча файликов, которые могут загружаться последовательно Это, в принципе, подходы неживые Я мог бы и другие подходы рассказать Ну, да, большая часть из этих подходов, в принципе, известно давно Что-то появлялось, не знаю, 10-15 лет назад Проблема в том, что это не используется в комплексе А к светлому будущему для полифилов, для использования свежих возможностей языка Мы можем прийти, только объединив это все в комплексе Ну, в принципе, как-то так Задавайте вопросы, не знаю, если есть какие-то идеи, предложения Тоже высказывайтесь Так, ничего не слышно? О, все слышно Саша почему-то не сказал Можно я уникну? Спасибо большое, Денис, за выступление Да, все, давайте, буду задавать вопросы Есть здесь? Вот, все, отлично Денис, спасибо за выступление Теперь мы готовы, наконец, принять вопросы Здравствуйте Такой вопрос Функции, которые реализованы на старом Вот он я Так, еще раз не вижу Не слышу, ага, слушаю Функции, которые реализованы на старом джаваскрипте Да Руками Да Собственно, в CoreJS Да Работают медленнее, быстрее, чем актуальные В зависимости от того, что есть, как CoreJS Производит feature detect То есть, если это есть в текущем современном движке Оно будет использовано из этого современного движка Если это отсутствует, это, да, будет использовано из кода CoreJS И по поводу, не знаю, предположим, синтаксических современных возможностей Да, конечно, можно было бы написать что-то на новом трансполете старой Но это, в принципе, тема отдельной дискуссии Я, в принципе, даже в статье, которую я недавно опубликовал, поднимал Ну, в принципе, это ответ на ваш вопрос или как? Нет, я хотел узнать Что значит быстрее, чем старые? Функции, реализованные руками на чистом джаваскрипте Только старым? Быстрее или, соответственно, медленнее, чем актуальные? Это зависит от конкретной функции, в большинстве случаев они медленнее Да Медленнее? Да Понял, это ответ Спасибо Здравствуйте, такой вопрос Какие рекомендации вы можете дать разработчикам Для оптимального использования CoreJS в своих проектах? Ну, я, в принципе, многие рекомендации дал Что вас конкретно используют? Все зависит от конкретного проекта То есть, не знаю Режим usage инъекции полифилов достаточно безопасен Но если используете несколько точек входа, лучше использовать что-то другое Да, вопрос обработки node-modules Ну, транспарите тогда и не хотите тоже в CoreJS А в этом случае нужно использовать не CoreJS, а у этих самых зависимостей Блин, я уж не помню, как там у Bambi опция называется Которая... А, по-моему, Absolute Import, которая позволяет нашу глобальную копию CoreJS использовать Если несколько точек входа, лучше использовать что-нибудь вроде текущего режима entry Если вы используете библиотеку, используйте runtime Но лучше вообще при написании библиотеки полифилов туда не добавлять Спасибо Да, здрасте Спасибо, Денис, за доклад Спасибо большое за то, что ты делаешь для всего сообщества В том числе из-за тебя и развивается язык Вопрос такой Насколько долго ты планируешь бэкпортить какие-то вещи с развитием языка в старые браузеры? То есть, условно, в какой момент ты поймешь, что можно что-то новое В ЕС-20-24, например, не бэкпортить в Е-8 или Е-11 И как принимается это решение? Я, в принципе, это дело уже анонсировал В CoreJS-4, то есть в ближайшие несколько месяцев Планирую отказаться от поддержки Е-8 Скорее всего, через, не знаю, версию другую Через несколько лет будет убрана поддержка браузеров вроде Е-9, Е-10 Каких-нибудь там Android 4.4 То есть, да, со временем это должно умирать Это какая-то аналитика у тебя или это просто твое заключение, что пора похоронить Е-8? Я смотрю на статистику использования браузеров Сколько сейчас? Порядка 1,1% используют Е-8 Что-то в этом духе Я точных цифр уже сейчас не помню Но, по-моему, уже пора отказаться Потому что для тех, кто использует современные браузеры, современные движки Это создает дополнительные проблемы Спасибо, понятно Я бы здесь, наверное, добавил, что нужно на вендорские решения тоже смотреть Потому что бэкпортить куда-то, от чего вендор сам отказался и сказал Не используйте, please, никогда больше Вот с этим я не соглашусь Потому что это, например, тот же самый Internet Explorer 1, который уже давненько похоронили До сих пор используется во многих конторах Так что многие внужены его поддерживать Мне вот, например, примерно раз в месяц пишут те, кому нужно поддерживать Е-6 А от поддержки Е-6 я отказался в старых версиях Да, еще где-то скоро же С-3 Денис, здравствуйте Спасибо большое за доклад Хотел спросить, а в чем ваша мотивация поддерживать open-source проект, за который не платят? Изначально сделать мир лучше Просто поделиться наработками с другими разработчиками Потом было многое, всякое И, ну, как-то так, со временем все меняется Спасибо за доклад Вопрос Ну, вот упоминались рекомендации Тут ребята еще спрашивали рекомендации А вообще какой-то, не планировалось сделать какой-то тулзу для автоматического анализа Либо типа линтера, который будет анализировать код Либо анализ именно конечной страницы, которая подгружает лишнее Не совсем понял Просто именно плагин для линтера, который просто показывает, что здесь не нужно Да, я думал, сделал плагин для линтера, если это ответ на вопрос Но просто большая часть возможностей, о которых я сейчас говорил Это именно синтаксический анализ кода Так что, как-то так Ну, вот, например, показывали на скриншоте, что слишком много загружено копий Да Вот подобные ситуации отлавливаются Подобные ситуации линтерам, к сожалению, не решаются Это решается на уровне различных анализаторов Вроде бандл сканеров, не знаю, и подобного Но не планируют Именно вот подобный анализатор Ну, я, конечно, думал, но именно экспериментов у меня с этим не было В отличие от плагинов Если можно еще А какая-то статистика использования CoreJS собирается, ведется? В том числе по версиям, может быть, какие до сих пор используются? Смотрите, я меньше двух месяцев назад писал статью Там подробно разобрана статистика использования Там написано, как посмотреть используемые версии Там имеется скрипт, который просто по популярным сайтам проходится и проверяет Да, скрипт работает не на 100%, но примерно в двух-третьих случаях он CoreJS надежно определяет Ну и с этим связанное А насколько глубоко старые версии поддерживаются? Или все новое выходит и старые все забыли? Имеете в виду CoreJS? Да Некоторое время, конечно, старые версии поддерживаются То есть, сколько? Ну, год, наверное, или два, я уж не помню Скажем так, какие-то критические баги в CoreJS 2 фиксил Да, CoreJS 2 сейчас занимает 25% скачиваний CoreJS, когда CoreJS 3 больше 70% В принципе, я особого смысла сейчас использовать CoreJS 2 не вижу Единственное, что поддержка только интернет-эксплора Потому что в современных браузерах как-то функционал, что CoreJS 2 добавляет, уже имеется Ну, вот как-то так Да, я поддерживаю CoreJS 4 выйдет, CoreJS 3 я буду порядка года поддерживать Если, ну, необязательный к ответу Так, просто больной вопрос у некоторых В связи с текущими событиями есть проблемы с поддержкой, с интеграцией, с другими проектами? Ну, с интеграцией, с другими проектами проблем нет В плане поддержки, конечно, есть Понятно, спасибо Спасибо за доклад Вот такой вот вопрос Вы говорите, что ВК достаточно 30 и более копий При этом, ну, как понял я, правильно, вы хотите от них избавиться Что мешать на данный момент? Я в ВК не работаю, я не знаю Я сказал, как можно избавиться просто Это как рекомендация от вас Это как рекомендация звучала Как рекомендация, пожалуйста, сделать, не знаю, одну точку входа, которая прогружается везде Импортировать, не знаю, CoreJS Actual, либо подможество CoreJS, что используется И оптимизировать для целей, которые имеет ВК По-моему, сейчас это лучший вариант Спасибо за доклад Есть такой вопрос Проводилось ли какое-нибудь сравнение полифилов, генерируемых связкой CoreJS и Babel С полифилами, которые генерируются Google Closure Compiler Это такой минификатор есть, написанный на Java Смотрите, есть CompatTable, там, в принципе, результаты того и другого есть У Closure Compiler, ну, не такая, конечно, хорошая поддержка, как у CoreJS В принципе, я несколько докладов на эту тему видел Просто замена полифилов Closure Compiler полифилами CoreJS Смотрите Просто я говорю, у полифилов Closure Compiler, ну, не знаю, меньше фичи не добавляют Понятно Вот вы еще говорили то, что вторую версию никто не использует Поскольку там вот она не требуется В смысле никто не использует? Ну, мало кто использует Нет, немало кто использует Четверть загрузок CoreJS это CoreJS 2 Кто использует, CoreJS используется не только внутри браузеров Он еще используется на сервере Да Вы понимаете, у нас есть такие джаваскитовые движки, такие как ChakraCore Которым, например, нужны еще полифилы будут Ну, естественно Потому что ChakraCore сейчас не развивается так же, как V8 Поэтому полифилы будут еще нужны, скажем, ChakraCore и другим движкам Не таким поддерживаем, как V8 Логично, да Смотрите, Chakra это достаточно свежий браузер То есть это, в смысле не браузер, это движок, на котором был Edge до 18-й версии То есть содержит достаточно свежий фичер Зачем использовать CoreJS 2 на нем, когда можно использовать CoreJS 3? И, да, CoreJS 2 достаточно популярно используется Я использую на старых, на старых версиях чакры это Которые не ChakraCore, а которые просто чакры есть, как бы Да, которые... Просто можете посмотреть на статистику Здесь, в принципе, даже CoreJS 1 где-то есть проскакивает на Taobao Но, например, чтобы запускать автопрефиксер на чакре, которая работает Которые EES, которые, я помню, E11 Нужен именно CoreJS 2 А почему его 2? Я не понимаю Потому что 3 не работает Почему не работает? Объясните Не работает Он работает, тестируется с чакрой Со всеми версиями Edge Ну, меня нет Ну, это, видимо, просто какая-то проблема подключения Я просто его запускаю не в браузере А тут, в принципе, не принципиально Я запускаю EES, EES чакру Есть такой проект, MCEGIS Engine 4.NET Вот там именно на EES версии она не работает, на EES работает Смотрите, это должно работать и не в браузере Я ваш вопрос понял Подойдите тогда, после обсудим Я говорю, что CoreJS 3 должно работать и в таких случаях Понятно, спасибо Андрей, спасибо Да, я предлагаю потом с Денисом еще в перерыве обсудить Сейчас тут были первые вопросы, ладно? Привет Спасибо большое за доклад и за твой вклад в сообщество У меня будет два вопроса Первый, ты говорил, что некоторые пользователи используют не последнюю минорную версию Почему в случае с ним портируют просто третью версию CoreJS Нельзя выкидывать при сборке какой-нибудь типа alert, консоль, урок, что вы используете не последнюю версию? Мне кажется, так можно сделать Это проблема совместимости, потому что изначально этого alert не было Это поломает вывод, это поломает сборку Не знаю, у плагинах, которые используют CoreJS 4 Подобный alert будет Отлично, спасибо большое, я поняла И второй вопрос В ходе доклада вы часто упоминали, что смотрите, какие сайты используют какие версии браузеров Также смотрите, какую версию CoreJS используют крупные сайты Как предыдущий радар, я хотела бы сказать, что CoreJS используют не только сайты Допустим, могут быть приложения для Smart TV Или какие-то приложения для десктопа на электроне, которые тоже используют CoreJS В которых может быть не быть статистики по используемым браузерам Планируете ли вы как-то что-то делать для таких пользователей? Смотрите, в любом случае CoreJS работает везде, не только в браузере CoreJS ориентирован на абсолютно разные движки Вы вроде могли видеть в таблице совместимости, что... Сейчас скажу, покажу вернее Здесь куча небраузерных движков Статистику небраузерную собрать проблематично Потому что это не сайты Ну да, они поддерживаются Почему я говорю про браузеры? Потому что это самые популярные случаи использования Так что как-то так Поняла, спасибо Саша, давай зададим пару вопросов из онлайна А то как-то мы много в офлайн, а там есть еще вопросики онлайн Мои вопросы на дискуссии стремительно редеют Потому что коллеги, вы нормально так задаете их У нас, да, есть несколько, Денис, вопросов И потом мы еще несколько вопросов из зала возьмем, да? Да, но у нас есть 4 минуты Да, 4 минуты, блиц Вы ходили со своими правками в комитет TC39? Смотрите, непосредственно в текущий стандарт Я обычно ни у чего не ношу Я вношу изменения в пропасалы Большая часть предложений стандартной библиотеки языка Содерживает и шьет меня либо pull request То есть большая часть стандартной библиотеки Так или иначе какое-то влияние от меня получила Ну именно та, что появилась после ES6 Отлично Какие планы развития и стандартизации CoreJS Относительно новых фич в JS, которые будут появляться? Есть ли планы по комплексному объединению Разных разработчиков Polyfill Новые фичи, что появляются Они появляются чуть менее, чем сразу в CoreJS Как только они становятся хотя бы как-то стабильными Когда появляются текст спецификации Когда имя относительно устаканилось В принципе, даже если оно под каким-то именем Что дальше не пойдет Оно будет добавлено в CoreJS И имя просто потом будет изменено Алиас будет добавлен А по поводу разработчиков Polyfill Ну, как сказать Их не так уж и много В основном работают сами по себе Вот Джордан Хербант EHMS проект поддерживает Он, в принципе, в комитете TC39 В принципе, достаточно хорошие Polyfill Однако они далеко не все покрывают Это, в принципе, одна из причин, почему появилась CoreJS Потому что это был тот же самый проект И практически все, кроме модульности и чистой версии До сих пор не решено там Кто там Андрея Гамарац Блин, как фамилия по-русски произносится Но он свое делает В принципе, последние годы уже толком ничего Ну, а кто еще? Polyfill SEO Это корпоративные проекты от Financial Times Да, там появляются Свои разработчики Они периодически меняются Да, как-то с ними взаимодействуем Но я говорю Качество Polyfill У Polyfill SEO Ну, так себе Зато с разработчиками взаимодействуем То есть Ой, блин По именам я даже не скажу Просто некоторые инструментарии делаем Друг другу помогаем Хорошо, спасибо И вопрос не автору Конечно, но все же Денис Такая формулировка всегда мне нравится Появилась бы библиотека Если бы в JS было семантическое версионирование Появилась бы Потому что старые движки Все равно никто не отменял Да, в принципе Семантическое версионирование Все-таки какое-то версионирование Это стандарты имеется Я не знаю Я в данном случае Просто никакой связи не вижу Окей Так, коллеги Еще парочку вопросов У нас же еще будет дискуссия Всего один Всего один Хорошо? Да, а то у нас тайминг Вот молодому человеку А остальные Я предлагаю задать вопросы Денису в перерыве Да, можно во время дискуссии Или можете написать в чат Мы попросим Дениса вам ответить Здравствуйте Вопрос У такой большой библиотеки И с таким зоопарком движков Наверное, стоит думать о производительности? Согласен О производительности думать стоит На некоторые критические моменты Я регулярно обращаю внимание Например, такие вещи Как протекторы Вейт Как именно Сложность некоторых операций Это в любом случае отслеживается Но микрооптимизации я не делал У меня просто недостаточно ресурсов Потому что Это Очень большой объем кода И это все оптимизировать Я буду принимать пул реквеста Если кто-то будет делать эти оптимизации Спасибо Коллеги, спасибо 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 Спасибо